Доброго здоровья! Это ответы на вопросы. Здравствуйте, Руслан! Хотелось бы услышать, кто выходил на контакты из иных миров с Волжской группой в 1993-1997 годах. В контакте от 27.02.1994 года они о себе сказали. «Вы обладаете большой силой, и мы обладаем той же силой, ибо мы – это вы, навшедшие вперед. Согласитесь, если мы будем иметь и вашу, и нашу силу, мы будем могучие. Далее вы имеете силу, могущественнее многих, и вы когда-то разъединились. Мы говорили вам, и тогда вы прогнали нас, и теперь мы идем к вам, и чаще вы не хотите соединения». В сеансе от 19.12.1995 года они сказали. «Вы должны разобраться во всем, и сами вы, мы же только беседуем с вами, и мы говорили, и будем говорить вам, и мы будем сеять в вас сомнения. Мы пришли не давать вам знания, ибо они уже есть все. Мы не даем вам ничего нового. Мы хотим, чтобы вы видели, видели то, что уже знаете, использовали то, что уже знаете. Зачем же вам новое, если вы не знаете пройденного материала? Во время сеансов они неоднократно отвечали на вопрос, кто же они такие, но их ответы сложно понять. Вы участники группы? Поддержите, пожалуйста, вопрос, кому интересно. Ниже один из наиболее интересных контактов. И там ссылка и на видео. Вы можете найти в интернете. Контакты из иных миров с Волжской группой. Это одни из тех названий, которые им дают. Итак, попробуем по пунктам разобрать. Хотелось бы услышать, кто выходил на контакты из иных миров с Волжской группой. Вы знаете слово подсознание? Так вот, здесь общение идет над сознанием. Или более точно со сверхсознанием. Существами, понимающими себя лучше, чем большинство из нас. И умеющие сотрудничать друг с другом. Они держат контакт через ментальный план, но энергия идет выше. Продолжим по вопросам. Интересно так. Вы обладаете большой силой, мы обладаем той же силой. Ибо мы это вы. Мы ушедшие вперед. Как раз это те части, с которыми мы разделились еще до спуска в этот трехмерный мир. Их частота вибрации выше нашей. Согласитесь, если мы будем иметь и вашу, и нашу силу, мы будем могучие. Далее вы имели силу, могущественнее многих. Понимаете? Имели. Имели? Да, это о нас до разделения как раз. И вы когда-то разъединились, мы говорили вам. И тогда вы прогнали нас. Это о том, когда эти части нас являются, особенно в прошлом, являлись к нам. Особенно во времена Средневековья. В некоторые другие прошлые времена. Когда мы пугаемся того, кто к нам является, кто проявляется либо через видение, либо через голос, либо через интуицию, мысли. Во времена Средневековья сознание населения было очень примитивно. И оно желало делить все на два. Темное, светлое. Добро, зло. Бог, дьявол. Только вот все, что непонятно, это происходит даже для сих пор, для некоторых примитивных умов. Кто ищет тьму или свет, только одно из двух. У кого сознание дуальное. Двойственное. Так вот, все, что непонятно, все, что новое, большинство людей в Средневековье отметало к темным силам, к дьяволу. Сатане, по-русски. Хотя не только по-русски. К чертям. И разные другие названия, которые все сваливали в одну кучу. До сих пор есть сознание, работающее в таком же режиме. Или развившееся только до такого состояния. Деление на два. Или на два основных направления. Темные и светлые. И даже для тех, с кем я общался и кто меня слушал, для некоторых это тоже реальность. Это нормально. Для каждой проходит через свои классы, школы, учится на ходу. И тогда вы прогнали нас. Некоторые до сих пор прогоняют все, что непонятно. Все, что вызывает что-то новое. Так вот, это фрагментированные части нас, но фрагментированные из более высоких состояний. Понимаете? Это их можно было бы назвать сверх-я данного человека, которые объединены в группу. И эти сверх-я на каком-то уровне есть у каждого из нас. То есть есть элементы. Не, я бы не сказал, что у каждого. Хотя, по большому счету, если смотреть очень глобально, то у каждого. Да. И теперь мы идем к вам. И чаще вы не хотите соединения. Да, чаще мы ищем. А кто что ищет? В сеансе от 95-го года они сказали, вы должны разобраться во всем. И сами вы. Именно. Мы это и делаем. Каждый из вас это делает каждый день. Наверное. Но хотя бы мы стараемся. Мы же только беседуем с вами. И мы говорим, говорили и будем говорить вам. И мы будем сеять в вас сомнения. Сомнения в старых представлениях, общепринятых догмах, стереотипах этой реальности. Этой матрицы. Мы пришли не давать вам знаний, ибо они уже есть все. Мы не даем вам ничего нового. Мы хотим, чтобы вы видели, видели то, что уже знаете. Использовали то, что уже знаете. Именно. Зачем же вам новое, если вы не знаете пройденного материала? Во время сеансов они неоднократно отвечали на вопрос, кто же они такие. Но их ответы сложно понять. Мне легко и просто. Я их понимаю. Но разве есть термины, если они из иных миров? Или они из другого слоя? Есть ли у них названия? У нас. Мы их можем назвать как угодно. Но эти названия только наши ярлыки. Как их называть? Их можно назвать, например, сверх-я. Потому что степень их разумности превышает. Среднюю степень разумности. С сегодняшнего среднестатистического человека. Стоит их как-то характеризовать. Любой характеристикой названия ярлык им будет ограничением. Так же, как и нам. Если вы любите кому-то дозвать названия. Себе или другим. Ну, себе еще ладно. Вы можете временное название давать. Но другим вы накладываете на других ограничения. Ранки, которые, конечно, держатся недолго. И они не являются... Здесь даже не вижу смысл назвать их как-то. Или обозначать их как-то. Чтобы не искажать. Если вы хотите ознакомиться, так найдите в интернете. Они есть в доступе в видео, в аудио и прослушайте. Сами сделайте выводы или научитесь чему-то. Я, например... Мне попалось, помню, первое видео такое. Ну, где-то когда только запустил себе в интернет в комнату. Это в 2009 году. Я помню, меня сбалансировало это видео. В дальнейшем мне скинули целый сайт, где набор их видео или аудио даже... Их много. Я послушал там, может быть, несколько... То есть за эти годы я прослушал несколько их аудио и видео. Мне нравится все, что они говорят. Отвечают, точнее, на вопросы. Я с ними согласен. Они расширяют мировоззрение, сознание. Они меня балансировали на тот момент. Сейчас я не нуждаюсь в том, чтобы слушать их. Но для кого-то они есть и будут учителями. Или подсказчиками. Или те, кто помогает раскрывать себя изнутри, наружу и наоборот. Я не думаю, что мне стоит давать им оценку. Я лишь скажу, что мне нравилось их слушать. Весьма адекватные ответы. И есть некоторая оценка по поводу контакта или ченнелинга. Это можно назвать, отнести к контакту, а можно отнести к ченнелингу или трансовому ченнелингу. Трансовому контакту. Когда человек не присутствует в своем эмо, не присутствует эго, а присутствуют сверхсознательные потоки, которые идут через сверх-я. То есть, когда отключаются его человеческие структуры в большинстве, не на все 100%, но больше, чем у сознательных ченнелинов и контактеров. Когда человек впадает в транс, в полусон, можно так приблизительно говоря проще. И через него говорят существа. Или даже я бы назвал их существами. Кто-то говорит. И можете попробовать почувствовать, как они говорят и что в вас меняется при том, что они говорят. Вот одни из тех редких контактов или ченнелингов, которые я одобряю для прослушивания, для расширения сознания. Пока и если они вам нравятся, пока и если помогают учить чему-то. Я одобряю и поддерживаю такие ченнелинги. И поэтому я не удалил со стены у себя этот вопрос. И при том еще, что он набрал большое количество голосов за несколько часов, несколько десятков голосов. Люди хотят знать. Еще и поэтому. Я могу дальше говорить что-то. А стоит ли это? А что говорить здесь? Они говорят сами за себя. Красноличивее, чем я их оценил. Слушайте, если хотите услышать суть. Для меня там все ясно и понятно. Просто я сам являюсь тем, кто является перед... Кто примерно так же, хоть и не в тех трансовых состояниях, которых этот человек передает. Но я всячески поддерживаю такие контакты и подобные им. Читайте, слушайте, смотрите сами. Выносите оценки сами, если вам нужны оценки. Мне нравится эффект, который на меня раньше производил этот контакт. Сейчас я не слушаю. Хотя не исключаю, что я, когда меня скидывают на стену, все-таки послушаю еще. Буду слушать этот контакт. Хотя, как они сказали, ничего нового они не передают. Но они помогают разруливать, расшлаковывать старые понимания. Как здесь сказали, зарождать в нас сомнения в том старом, которое нам больше не нужно. Вот в этом они помогают. Даже блокировать их от старой матрицы. Это их работа. Это их работа как учителей. Особого рода. Хотя то, что я их так называю, это тоже временные. Они сами себя так не называют. Они вообще стараются, насколько я понял, не вешать верлоки. И раскрывать вас вместо того, чтобы, как некоторые религиозные или ста... Хотя тоже не хочется оценивать. То есть, один из тех каналов, которые не ограничивают, а открывают. Я думаю, на этом хватит. Хотя... Сейчас посмотрим. Может, вопрос какой-то не открыл. Кстати, мне сейчас приятно находиться с закрытыми глазами. И чувствовать. Сейчас я вышел на их фрагмент энергетический. И мне он приятен. Мне сейчас даже медитировать приятно. Взаимодействуя с ними. Я бы даже ничего не говорил сейчас. Но толку от этого нет. Можете попробовать, как я, сделать. Послушать, а потом войти в медитацию и самим пообщаться с этими сознаниями. Мне они доставляют приятное, радостное... Такое... Нет, спокойное, приятное... Чувствование и ощущение в теле. Высвобождение. Вот как я бы назвал это. Высвобождение от очередных... Или от старых... От... Очередное высвобождение от... Некоторых старых догм. Я думаю, на этом все. Тем более, время подходит к концу. Если у вас есть другие вопросы по этому поводу или по любому другому, вы можете задавать их на стене ВКонтакте под свежим видео. При большом количестве голосов, особенно таком, как за это видео, есть вероятность, что я отвечу на ваши вопросы. Итак, до следующих встреч. До встреч.